Да, уважаемые коллеги, разрешите начать нашу конференцию. Вот, название видите. Крочевые вопросы диагностики лечения ХР2-позитивного местного распространенного ракомолочной жизни. Мы на самом деле охватываем все стадии, все формы. Хотя, казалось бы, ХР2-позитивный рак занимает относительно небольшую пропорцию среди больных ракомолочной жизни всего где-то 20%. Тем не менее, из-за его агрессивности приходится рассматривать все современные возможности к диагностике, к выявлению этого заболевания. Значит, на нашей телеконференции уже присоединились к нам такие города Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень, Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Нарьян-Март, Лябинск, Коми, Республика Пенза, Саратов. И присоединяются и другие города, которые могут задавать вопросы, спрашивать по ходу наших докладов. Так вот, начнем с моего доклада. Ключевые вопросы диагностики. Но вы знаете, что когда открыли вот этот ген, и первые исследования, которые проводил Денис Лемон в Америке, они ориентировались только на амплификацию, то есть фактическое исследование гена. Это было чрезвычайно дорогостоящим исследованием, как всякие генетические. И поэтому фактически проводились только экспериментальные исследования больных с распространенными формами опухолей четвертой стадии. Когда появилась возможность иммуногистохимического, вот как здесь показано, исследования этого гена, это резко удешевило всю эту процедуру диагностики и позволило уже широко проводить исследования и в адювантном, и в неадювантном режиме. Ну, понятно, что этот ген чрезвычайно как бы сам по себе утяжеляет или ухудшает прогноз заболевания. Вот большой материал нашего института, включающий там 1200 пациентов минимальными формами опухолей. Насколько отличаются показатели пятилетней выживаемости у пациентов с экспрессией гена? То есть на порядок хуже, даже при минимальной форме, только 60% переживают 5 лет. Но надо сказать, вот анализирую этот материал, что речь идет о только хирургическом лечении, в основном органов сохраняющих операций, и в обеих группах пациентов они не получали даже химиотерапии. Поэтому если пациенты получают какую-то химиотерапию, даже при этой стадии, все-таки таких резких отличий не бывает. Ну, уже проведена первая, так сказать, анализ десятилетних результатов лечения. 11 тысяч пациентов, включая вот эти проекты, включая проект ГЕРА, который участвовал и наш институт, Москва, профессор Личиницер, Казань, где было показано, что не только через 5 лет, но и через 10 лет после окончания этого лечения сокращается, увеличится вызываемость, сокращается смертность от 24% до 52%. И уже в процессе этого исследования, одна из которых руководила Мартина Пикард, она руководила программой ГЕРА, стали оцениваться пути, понимая агрессивные заболевания, нельзя ли еще больше усилить такую терапию за счет увеличения продолжительности лечения, или добавить еще другой, тоже как бы таргетный препарат, допустим, биватсузумаб, авастин, или провести двойную блокаду, понимая, что не только вот сам по себе хитбак, располагающийся, так сказать, на мембране клетки, ответственность за агрессивность, вот, в сочетании с лопотенибом, который, или еще лучше спиртозумабом, который дает какой-то такой дополнительный эффект, или сочетать, допустим, тарстузумабгерцептин с химиопрепаратами, мтанзин, известный вам препарат Катсила, который может быть высокоэффективным, скажем, при проведении неодевантового лечения, когда в первой линии применяется химиотерапия тростузумабгерцептин, а потом второй для них красиво. Так вот, дальше мы рассмотрим вот эти все подходы, и, значит, мы видим, что двухлетняя терапия применения в течение двух лет не усилила эффективность лечения, она привела только к дополнительным осложнениям кардиологическим с двух до четырех процентов, ну и, конечно, удорожая самую стоимость лечения. Поэтому было решено, что все-таки нет необходимости и смысла длительной терапии. Добавление овостина, биоцезумаба, значит, сначала Food and Drug Administration, когда утвердила это лечение, в том числе и при раке молочной железы, а потом пересмотрела это утверждение, потому что не выявилось никакого дополнительного эффекта, кроме токсических эффектов, от добавления овостина. Кстати, у нас это исследование тоже проводилось. Двойная блокада. Вот, казалось бы, там, допустим, лопатениб, тростозумаб. Ну, когда это вне вадювантных режимах, эффект был значительно более высокий при двойной блокаде. Но когда оценили вадюванте проект Альта, те же препараты химиотерапии плюс верцептин плюс лопатениб, никакого эффекта дополнительного не наступило. Поэтому было важно посмотреть двойную блокаду с пиртозумабом, которая действует не только на вот эту ветвь, но и на другие, как бы, если смотреть, сейчас прошу прощения, вот, как бы добавляя... Да, вернусь сюда. Как бы блокируя и другие представители семейства, не только ХЕРН-2, но и, значит, их четыре, как бы, вот, от представителей этого семейства, двойная блокада. Было проведено два исследования. Значит, первое исследование – неосфера, которое здесь вверху указано, с участием нашего института, которое показало, что... И потом мы покажем дальше, что частота полных патоморфологических регрессов увеличилась в два раза при добавлении вот к химиотерапии препаратом ДОЦИТАКСОЛ двух препаратов – пертузомаб и тростозубаб. Сейчас посмотрим. Да, значит, но на пути к этому исследованию сначала этой же группой было проведено исследование одним герцептином в сочетании с химиотерапией. Это многократно, как бы, докладывалось, в том числе на АСКО 2013 год. Видите, какие, значит, формы включают, воспалительную форму рака молочной железы с экспрессией 5.2 НИО. Вот. И даже к удивлению исследователей в значительной части пациентов наступил полный регресс, доказанный морфологическим исследованием. Вот это данные нашего института. Пятая степень по медиоперене. То есть полное исчезновение опухоли. В целом, при, значит, проведении такой вот таргетной терапии вместе с химиотерапией, 10 циклов химиотерапии, у 43 пациентов наступил полный регресс, если добавлять герцептин. Против 23 процентов, если проводить только вот этих 10 циклов химиотерапии. Это послужило как бы основанием, это единственное, исследование рандомизировано, потому что были и другие исследования, в том себе, в нашем институте отдельно, но там, доктором Пеньковым, но это вне рандомизации. Большое немецкое исследование, 1200 больных, тоже без рандомизации. И очень важно, что не просто удалось там добиться высоких частотах ответов, но и увеличилась почти в 4 раза частота органов сохраняющих операций при местно распространенных опухолях. С 5 процентов до 21 процента, если было ИР, то есть экспрессия рецепторов эстрогенов не определялась. Вот это предпоследняя строка. 5 процентов против 21 процента. И вот это исследование было опубликовано в журнале, европейском журнале хирургической онкологии, где было показано, что вот даже при выполнении при таких опухолях органов сохраняющего лечения в первые 5 лет не было ни одного рецидива у этих пациентов. Впротив, 21 процента рецидивов при такой же операции у пациентов, не получавших тростозумаб-герцептин. Ну и самое главное доказательство, наблюдение за этими больными в течение 5 лет показало явное преимущество выживаемости без событий, то есть безрецидивной выживаемости, которое доказывало, что можно использовать неодевантный подход к доказательству эффективности какого-то препарата. Ну вот здесь мы понимаем, что, конечно, сама регуляция и все, так сказать, молекулярный подтекст эффекта, допустим, герцептина чрезвычайно сложен. И здесь очень много других каскадов, признаков ответственны за резистентность к терапии. И по мере, так сказать, исследований различных и испытаний новых препаратов выявляются все новые-новые, так сказать, сложности, которые затрудняют точно, так сказать, определить группу пациентов, которые действительно нуждаются в длительной одногодичной терапии и дорогостоящим препаратам. И вот все эти исследования, в том числе МТОР, путь, который касается в том числе и гормонотерапии, и это тоже исследовалось в нашем институте. И, кажется, за этот же признак может быть ответственным и за резистентность таргетной терапии. Поэтому очень важно такое воздействие как бы и на другие пути. Самое главное – понять пути резистентности к этой терапии. И вот, когда оценивалось значение вот такой двойной блокады тростузомаб-пертузомаб в сочетании с химиотерапией токсаном и доцитоксалом, то оказалось, что почти у половины больных выявляется полный морфологический регресс опухоли. А включались пациенты в том числе с категорией Т3, Н2 и так дальше. У половины больных. Но очень важно вот показать, что если это пациенты без экспрессии рецептов стероидных гормонов, то частота полных регрессов достигает 63%. У больше, чем у половины больных полный регресс. А если брать группу больных без химиотерапии, которые вообще не получали химиотерапию, а только таргетную терапию, это вот группа С, вот эта группа, то у 27% вот таких больных тоже наступает полный регресс без химиотерапии. То есть эффект значительно меньше, чем с химиотерапией. Но надо иметь в виду, что у многих пациентов не удается провести химиотерапию из-за тяжелых сопутствующих заболеваний, проблем с кровотворением и так дальше. И для таких пациентов очень важно, что тоже возможно только таргетная терапия, без цитотоксической химиотерапии. Ну, надо сказать, что вот когда оценивался лопотиниб в комбинации с герцептином, там тоже очень высокие цифры полных регрессов. Вот схожие цифры. Но и ожидалось, что в проекте Альта, который, те же препараты, применялись в адевантном режиме в течение одного года. Это доказание не подтвердилось. Выживаемость пациентов, получавших один тростозомаб, один лопотиниб, или их комбинация вместе с химиотерапией, не отличалась. То есть не всегда успех неодевантового лечения транслируется, не при всех препаратах, успех отдаленных результатов, улучшение выживаемости и так дальше. К счастью, при сочетании тростозомаба, пертозомаба, известная сейчас как в фразийском варианте биодальм, подтвердилось это и в адевантном режиме. И самое главное, что те пациенты, которые будут достигнуть полный клинический ответ и полный патоморфологический эффект, они характеризуются высокой выживаемостью, что доказывает возможность все-таки правильного проведения неодевантового лечения, возможность это использовать как модель для получения новых лекарственных препаратов. Вот если мы ориентируемся на классикрацию Сангалина, мы имеем полное, так сказать, основание, потому что наше общество российского общества онкомомологов активно участвовало в последнем Сангалинаевской конференции и даже многие наши предложения были приняты. А мы включили вот к признакам иммунно-гистро-химического определения, что надо оценивать и клинические признаки, размер опухоли, состояние лимфоузлов, вообще клинику. Поэтому и классификация была названа, и была большая выставка нашего общества, кто был в Бене, был специальный выставочный стол, где были представлены наши рекомендации на русском и английском языке. Так вот, они были частично приняты. И в этой классификации, если раньше рассматривались только гормонозависимые опухоли, на первой позиции, как видите, стоят самые агрессивные, трижды негативные опухоли, а на второй есть два позитивные, экспрессирующие. Вот. И очень важно, и только уже на последних, самая благоприятная форма опухоли, включая там люминальная, стоят в последних, потому что нет там таких проблем, как проблемы херзопозитивного или трижды негативного рака. Какие рекомендации? Ну, понятно, отдельно мы здесь не рассматриваем трижды негативные, 94% считают необходимы применять токсаны антрациклины, при мутации Берси почти половина считает, что надо применить платину, что ли платины, хотя далеко не все поддерживают это. Ну, проводится исследование, посмотрим. Но самое главное, вот что нас интересует, это вот следующие строки. Пациенты минимальной опухоли, 5 мм, значит, вообще никакого лечения не рекомендуется. Ни химиотерапия, ни таргетной терапии, потому что нам прогноз благоприятный. А вот следующая строка, это опухоли Т1Б, то есть опухоли больше 5 мм, от 6 мм и выше, но не превышающие 2 см. Всю категорию Т1. Здесь уже рассматривается при этих минимальных, необходимость применения вместе с паклитоксалом и тростозумаба герцептина в течение 12 месяцев. Почти 100% экспортов, в том числе я, поскольку эксперт, проголосовали за плечо. Почему? Понимая, что в большинстве стран едва ли вот при этой стадии будет назначаться герцептина. Идея Сан-Галлина заключается в том, чтобы разрешать врачу, если пациент понимает и ему показывают вот, так сказать, эти показатели выживаемости, если пациент настаивает на терапии, то врач имеет право ее назначить, такую терапию, даже при таких маленьких опухолях. То есть не оговариваться, будет ли эта терапия за счет пациента, или это будет бесплатная терапия, как бы не оговариваться, но врач будет иметь право, в том числе и наш. Ну, а если это пациенты отнесены уже к большей стадии, Т1-2, там, одиночные метастазы, вообще не обсуждается. Само собой, таргетная терапия и химитрия. Ну, вот мы вернулись снова к этому слайду, это уже 4 года это значит этой работе, где вот видим какие отличия даже при самых минимальных опухолях, опухолях не превышающие одного сантиметра. Ну, я уже говорил, что это само по себе не является доказательством необходимости применения. Вот видите, значит, голосование экспертов. 81% голосует о необходимости применения при категории Т1 применения герцептин. А если это 1 сантиметр, 100%. То есть, если опухоль превышает 1 сантиметр, 100%. Эсмо несколько так более сдержанно к этому относится. По классификации эсмо можно назначать при категории Т1 сантиметр, то есть, опухоль 1 сантиметр и больше, если эстоген рецептор негативной опухоли. То есть, там, где наиболее вероятный эффект герцептина. И вот это единственное исследование, которое проведено в Голландии, которое показывает, что при категориях Т1А, Т1Б фактически нет достоверного отличия от назначения герцептина тростезумаба. И только начиная с категории Т1С, то есть, опухоль превышает 1 сантиметр. Здесь есть отличия в пользу назначения герцептина в дополнительной химиотерапии. Но абсолютное отличие не превышает 6%. Ну, все-таки есть. То есть, опять же, эта работа обосновывает право доктора назначать при таких маленьких опухолях эту терапию. И, ну, все-таки, надо понять, когда мы говорим о таргетной терапии, в частности, драгостоящей терапии, что все-таки большинство пациентов нечувствительна в таргетной терапии. То есть, многие, но не все. И хотелось бы знать, кто именно. Потому что, если мы назначаем терапию распространенной опухоли, неодевантовую терапию, или терапию четвертой стадии, то мы видим эффект этого лечения. Это как визуально и методы изображения. Если мы назначаем адювантно, то мы назначаем, ориентируясь только на экспрессию Хердванью. Но это не означает, что все получат пользу. Большинство пациентов не получат пользу от такой терапии. Поэтому надо знать, кому в первую очередь нужна такая терапия. Предлагается несколько таких подходов. В частности, экспрессии ПИАКИ и трясерия. Если наступилась мутация, то видим из немецких исследований, что эти больные плохо отвечают на таргетную терапию, химиотерапию. Вот вторая строка, там практически нет отличий, назначается ли там лопотиниб вместе с герцептином или один тростозумов. Отличия небольшие. Если это так называемый естественный, то здесь явное отличие. Если нет мутации от этого гена, то высокая зависимость от таргетной терапии. Ну, вот это большая работа немецких наших коллег. Но что оказалось, отличий выживаемости нет. Значит, тест не может быть 100% предсказуемым, предиктивным, предсказывающим эффективность. И поэтому здесь пропущено почему. Да, это направление исследовалось и в других больших работах. В частности, они опубликованы в журнале Journal of Clinical онкологи в прошлом году, где показывают очень разительные отличия выживаемости. Есть мутации этого гена, значит, вот, самая низкая выживаемость. И, наоборот, нет этой мутации, самая высокая. Казалось бы, хороший предиктивный признак, но на самом деле он хороший прогностический признак, но не обладает предсказующей силой. Он хорошо прогнозирует, что там будет плохо, хуже, но не предсказывает эффект самого герцептина, он предсказывает эффект химиотерапии и так дальше. То есть, здесь пока еще нужны другие исследования. Второй признак, который оценивается, я надеюсь, мы в начале апреля соберемся по поводу иммунологических тестов. Ну, уже известно, что, и это было и раньше известно, что при наличии высокой инфильтрации Т-лимпоцитами, Т-клетками, выживаемость выше. Вот 12 тысяч пациентов вот в этом исследовании, где четко показано нарастение выживаемости с 58 до 71 процента 10 лет выживают, если есть вот такая высокая инфильтрация именно CD8+, вот эти клетки, которые являются защитниками, 12 тысяч пациентов обстановлено. Но выяснилось, что этот признак имеет значение при трижденегативных опухолях и при опухолях опять-таки с высокой экспрессией Хер-2-Нил. Там действительно выживаемость при высокой инфильтрации терапии достоверной, значительно выше. И не имеет значения ни при люминальным А и люминальным Б. Имеет мало значения. Имеет значение само лечение. Но тоже оказалось, что сам по себе вот этот признак он говорит о более благоприятном прогнозе, но не предсказывает эффект самого препарата. Потому что, скажем, при высокой экспрессии Хер-2-Нил, когда с помощью химиотерапии и таргетной терапии удается добиться высоких результатов, сам по себе препарат работает через иммунологические механизмы, и он никак не связан в принципе с самой инфильтрацией, потому что в любом случае эффект герцептина или сочетание герцептина тростозома будет выше безотносительной инфильтрации. Значит, пока идет поиск вот этих предсказующих маркеров, которые позволили бы отбросить не менее 60% пациентов нечувствительных таргетной терапии, тогда сэкономленные как бы вот эти средства позволили бы более широкому кругу пациентов, нуждающихся в таком терапии, проводить направленную терапию, а не проводить ее вслепую всем подряд, только ориентируясь только на экспрессе, хер-2-Нил и там амплификацию. Ну и здесь вот такие выводы, которые я уже как бы говорил, что сокращение продолжительного лечения до 9 недель, как было в финском проекте, или до полугода, как в французском проекте ПХАВИ, снижает эффект таргетного лечения, но и увеличение до 2 лет тоже не добавляет ничего, то есть одногодичное лечение все-таки наиболее предпочтительно. конечно, когда оценивалась таргетная терапия, то только одновременно назначение химиотерапии и таргетной терапии эффективно. Последовательное назначение, как было в проекте Гера, сначала вся химиотерапия, потом таргетная терапия, она снижала эффект, эффект был ниже, поэтому, может быть, в этой степени объясняют, почему двухлетняя терапия оказалась малоэффективной по сравнению с одной эффективной однолетней. Ну и замена, скажем, понимая, что при назначении ирцептина могут быть кардиологические проблемы, хотя они встречаются относительно редко, на препараты платина, ну, как бы снижает вот этот токсический эффект, но при этом теряются и показатели выживаемости тоже чуть ниже, если заменить антрациклины на препараты платина. И поэтому, если соблюдать принципы не превышать дозу антрациклинов, сочетать ее с токсанами, или проводить последовательно, сначала схему, допустим, включающую антрациклина, АС, а потом таргетную терапию, то в этом случае эффект наиболее выражен. Ну и, конечно, и Сангалин, и вот, и потом, после этого, Сан-Антонио, и АСКО, всячески поощряет комбинацию, особенно в неводевантах и других комбинирования химиотерапии с тастузумомом, петузумом, биодаймом. Значит, в России сейчас эта комбинация есть, она разрешена Минздравом, поэтому можно ее назначать. Вот опрос, проведенный Мартина Пикард среди европейских онкологов. Какие комбинации они бы предпочли в адюантном режиме? Как видите, 78% считает, что таргетная терапия должна сочетаться с химиотерапией, включающей антрациклины и токсаны. Ну и здесь выводы, вот то, о чем я говорил, что необходим поиск не просто оценки экспресс-хедванию, но тех предикторов, которые говорят, действительно ли этот пациент, особенно в адюантных режимах, при относительно ранних стадиях нуждаются в таргетной терапии. Это исследование сейчас проводится во всех лабораториях, и мы надеемся получить такую информацию. Ну и в конце мы приглашаем вас в более такой широкой встрече 22-24 июня на Петербургский онкологический форум. Спасибо за внимание. Вот, если есть вопросы, то можно спрашивать. спасибо большое. Ну вот поступил вопрос из Цургута. Вопрос, значит, есть ли смысл проводить неодевантную химиотерапию, если рак первично-операбельный? Ну, здесь будет, во-первых, доклад, посвященный неодевантному лечению. Мы отвечаем так, как и отвечает и Фуд-н-драк администрейшим. Значит, идея неодевантового лечения, которое раньше в России до сих пор проводилось только при запущенных формах рака и при воспалительных, заключается, во-первых, в том, чтобы неоперабельные опухоли превратить в операбельные, это самое главное, а для многих стран, в том числе для нашего института, превратить операбельные опухоли в органно-сохраняющую хирургию. Вы видите, когда докладывают, сколько у нас сейчас органно-сохраняющих операций идет после лечения, неодевантового лечения. превратить. Вот это основная идея в Европейском Союзе, потому что там благодаря скринингу вообще очень много ранних стадий, и там начинается с категорией Т2Н0 или Т1Н1, обязательно лечение начинается с неодевантной терапии. Спасибо большое. Тогда, если нет вопросов, если есть, то пожалуйста. Спасибо большое. Владимир Федорович, правильно я поняла, для того, чтобы мы стремимся как можно раньше начинать терапию тростозумаба в одевантном режиме, и мы можем назначать тростозумаб, параллельно с антрациклиновыми антибиотиками, вместе, не последовательно, а параллельно друг к другу. Или речь, извините, я договорю тогда, или речь идет об доксорубицин, эпирубицин, или липосомальный доксорубицин, что-то из этих мы выбираем, или мы можем доксорубицин и герцептин сейчас уже, то есть мы всегда этого боялись. Спасибо. Спасибо большое. Очень важный вопрос. Потому что после вот этих исследований, которые я говорил, 11 тысяч пациентов, включающих немедленно, американское исследование, НСФБП, они пришли к выводу, что сочетание антрациклинов, токсанов и таргетной терапии наиболее эффективно, хотя и несколько более токсично. И как бы Сангалин это поддержал, но после этого последовало разъяснение, после Сан-Антонио и АСКО, что лучше все-таки, понимая, что все возрастные группы нуждаются в такой терапии, лучше все-таки сначала проведить схему АС без тростозумаба, 4 цикла или ЕЦ, и потом, когда речь пойдет о еженедельном пакте токселя, сочетать его с тростозумабом. То есть лучше все-таки как бы избегать. Хотя сама амортина пекарта все время повторяется, что надо все вместе, но 4% все-таки кардиологических осложнений, поэтому взвесив все в за и против. И другое дело, когда это речь идет о неодивантом, этапе. И когда состояние пациента, помню, удовлетворительно, и фракция выброса выше 60, видимо, возможно такое сочетание, сочетать антрациклины, токсаны и рецептин.